Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. То есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях все еще бокал красного Каберне Савиньон 2018 года и наш любимый американский физик. Сценарист, физик, сценарист телевизионных научно-популярных передач, человек, который работал со Стивеном Хокингом, Леонард Молодинов и книга «Неосознанная». Леонард уже появлялся у нас около года назад с книгой «Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен». Ссылка на обзор прямо сейчас появляется в правом верхнем углу, и тогда я отнес эту книгу в список, ну, наверное, пяти лучших книг 2020 года в своем персональном рейтинге. Поэтому, когда перед глазами появилось «Неосознанное», устоять было практически невозможно. Вся книга в двух предложениях. Несмотря на то, что человек зачастую считает себя существом рациональным и весьма осознанно относящимся к своим поступкам и действиям, огромный пласт наших активностей продиктован именно «Неосознанным», которое, к тому же, еще умело и маскируется. Пересечение физики, психологии, биологии, а также развития научных способов наблюдения за человеком позволяет приоткрыть нам, ну, некоторую завесу и объяснить, как «Неосознанное» влияет на самосознание личности и почему мама Леонарда, пережившая страшную трагедию Холокоста, спустя полстолетия рисует себе в голове самые страшные картины, если хотя бы один раз на протяжении дня не дозвонится сыну по телефону. Разберемся в десяти фактах и трех задачах. Новая концепция бессознательного, первый факт из книги, ну, тут про традиционную концепцию, которую сформировал Дигмунд Фрейд, и при этом стоит отметить, что у выдающегося психиатра не было оборудования, которое позволяло бы изучать именно мозг пациента. Диагнозы ставились путем выявления психологических проблем, как раз-таки в процессе общения с пациентом. Тут очень большое поле для ошибки, неверной интерпретации, субъективизма, потому что человек не всегда способен правильно интерпретировать истоки с ним происходящего. Бессознательные ментальные процессы, они влияют на нас не хуже окружающей среды или того, что мы считаем осознанным. Не все можно выявить в процессе терапевтического анализа, и поэтому новая концепция бессознательного подразумевает, что некие умственные процессы не поддаются осознанию и должны наблюдаться как бы в отрыве, что ли, от того, как их интерпретирует сам человек. Сильно в этом помогает то, как продвинулась техника, наука и как детально сегодня можно разбирать нейробиологические процессы. В общем, новая концепция бессознательного заключается в том, что она должна изучаться в отрыве от того, что говорит испытуемый человек, за которым вы, как врач, наблюдаете. Факт второй. Смотрите и видеть. Глазами мы воспринимаем малое количество информации, как бы нам не хотелось думать, что мы в основном через глаза познаем мир, потому что все равно полученные данные обрабатываются мозгом, и именно от скорости понимания действительности этим самым мозгом зависит жизнь человека. Данные должны быть осмыслены в доли секунды для того, чтобы уберечь вас от опасности. Поэтому очень часто мозг неосознанно дорисовывает картину, и бессознательное оно не только быстро собирает данные, но и как бы пытается улучшить их, потому что периферическое зрение, оно у нас достаточно слабое, и мы не видим всей картины, как бы нам не хотелось думать, что мы ее видим, а мозг проделывает такие трюки, чтобы компенсировать недостающие сведения, дорисовывает их, и выходит так, что благодаря этому внедрить ложные воспоминания достаточно легко. Это четвертый факт из книги, потому что объект, на который смотрит человек, и восприятие этого объекта в мозгу — это абсолютно две разные вещи. Вам для реалистичной оценки нужна просто колоссальнейшая сосредоточенность, и тогда вы, может быть, сможете воспринять картинку полностью. Обычно мы воспринимаем не полностью реалистичную картинку, а со временем она еще и искажается в памяти. Перепутать вымышленное с реальным очень легко, и если человеку рассказать ложную какую-то историю, он может забыть об источнике, характеристиках информации, а в памяти зафиксируется только сама история. В книге, кстати, очень большое, ну просто огромное количество разных примеров, которые показывают, как работает наше неосознанное на экспериментах, на каких-то жизненных ситуациях, как пытается это неосознанно нас защитить, сделать лучше, и как въедается в сознание настолько, что может руководить мотивами наших поступков на протяжении десятков лет. При этом всем неосознанное напоминает нам пятый факт из книги, что мы здесь все ради других. Это заложено, ну если хотите, на генном уровне, и поэтому потребность в единстве с другими людьми формируется с детства. Мы очень остро нуждаемся в социальных связях, и отверженность обществам обычно вызывает какие-то даже болезненные ощущения. За эмоциональный компонент вот этой физической боли отвечает как раз передняя поясная кора головного мозга. Бредом еще существует язык, кстати, который мы не контролируем. Мы основной-то в моменты эмоциональной нестабильности плохо контролируем, а этот прям вообще нет. Это язык тела, ему посвящена, посвящена там отдельная часть. В книге это невербальные коммуникации, которые происходят на бессознательном уровне. Это и есть язык тела. Человек, вот хочет он этого или нет, он, как правило, посылает бессловесные сигналы, которые транслируют его ожидания. На этом очень часто играют маркетологи и продажники. Обратите внимание, как дети стремятся часто воплотить ожидания родителей, даже если те ничего не говорили и не выражали эти ожидания никак словесно. Потому что поза тела, мимика, жесты — это все неосознанно воспринимается нами и обрабатывается на каком-то подсознательном уровне и сразу же руководит нашими поступками. Голос, кстати, тоже по многим параметрам мы с вами оцениваем бессознательно. Это седьмой факт из книги. И вот для вот этого неосознанного, для бессознательного ума, неосознанного восприятия очень важны тембры и высота голоса. И тембры и высота играют даже большую роль, чем внешность. В книге приводится один очень такой прикольный эксперимент, в ходе которого было установлено, что женщины обращают внимание на мужчин с низким голосом вне зависимости от того, как они реально выглядят. То есть даже физически не очень симпатичный мужчина с низким голосом кажется женщинам гораздо более привлекательным. Поэтому высота голоса сильной половины человечества, она очень часто еще меняется в зависимости от положения в обществе. И там мужчина, считающий себя сильнее оппонента, обычно говорит низким голосом. А там если вы повышаете тембр, это свидетельствует об уязвимости. И это все тысячелетиями закладывалось в нас и формировалось, и поэтому воспринимается на абсолютно бессознательном уровне. При этом важно помнить о том, что неосознанная отвечает еще за один очень важный аспект, с которым мы бы без него не справились. Это восьмой факт из книги «Систематизация информации». Каждый из нас обладает каким-то уникальным набором качеств, и у нас нет времени оценивать, ну у нашего мозга нет времени, чтобы оценить это огромное количество всяких критериев, поэтому чаще всего при систематизации, классификации каких-то данных он использует систему обобщения. На основе вот этого вот набора характеристик, которые отвечают за обобщение, и формируется оценка. Вы просто каким-то сведением, которые попадают в мозг, присваиваете категории. И взглянув на незнакомого человека благодаря этому, вы можете сразу дать им мгновенную оценку, обратившись как бы в нематериальную свою бессознательную картотеку. Вы говорите, там, условная система, свой, чужой. Получится у вас с этим человеком общаться? Не получится? Вот мозг уже сразу на основе кучи данных, которые у него сложены в этой виртуальной библиотеке, знает, чем это все закончится. Кроме этого, мозг очень часто может выдать вашу возможность быть причастным к какой-то группе. А причастность к какой-то группе, девятый факт из книги, это очень важно, потому что мы, ну если помните, у нас была книга «Лидеры племя», да и много в каких других книгах говорится о том, что мы все относим себя к определенным группировкам, там, по какой-то религии, расовой принадлежности, родственным связям, формируем вот эти вот субкультуры. И так или иначе, если взять за бинарную систему, то все окружающие нас люди делятся на своих и чужих. Неосознанное «я» склонно симпатизировать участникам своей группы. И к людям, которые отличаются от этой своей группы, мы уже сразу относимся с каким-то там предубеждением. Ну и вот таким образом можно сказать, что соберя все эти факты в один, можно сказать, что чувства у нас очень часто формируются неосознанно. Хотя мы думаем, что за чувства, ну, есть и рацию, а есть эмоцию, и все равно эмоциональное наше состояние связано как-то с осознанными действиями. Не всегда человек, испытывающий эмоциональное возбуждение, он пытается найти логическое объяснение, какой-то определенный физиологический процесс в организме, но его может попросту и не быть. И ярчайший пример, который это подтверждает, это эффект плацебо. Это когда вам под видом лекарства дают абсолютно бесполезную таблетку, а вы чувствуете какое-то там улучшение. Это доказывает, что наше самочувствие способно как бы улучшиться, но физически в работе органов ничего не меняется. То есть мозг может продиктовать неосознанно всем системам организма, дать сигнал, продиктовать, что все, сейчас все уже пошло гораздо лучше. И вот это плацебо, это пример того, как ваши чувства, эмоции могут формироваться неосознанно. Вот так пролетел быстро Леонард Млодинов и книга неосознанная. Достаточно, как по мне, неплохая. Из каждой книги, кроме 10 фактов, я обязательно выписываю 3 задачи в букнот. Это блокнот для осознанного чтения. Больше о нем можно узнать на сайте буква.инфо. И, возможно, к моменту, когда вы будете смотреть это видео, на сайте уже будет выложена бесплатная цифровая копия этого блокнота. Мы очень долго его продавали в разных магазинах, отправляли по почте сами. Но в какой-то момент решили, что для того, чтобы любителей осознанного и беглого чтения стало больше, мы хотим все страницы, которые там в нем находятся, разметка этих страниц, советы по скорочтению, рисунки, которые можно разукрашивать, и все-все-все, мы выложим в свободном доступе. Вы можете скачивать и в любой ближайшей типографии попросить, чтобы вам собрали точно такой же блокнот, и пользоваться им на здоровье. Так что поищите на сайте у нас на блоге. Возможно, он уже есть. И, возможно, даже ссылка на бесплатное скачивание. Он есть у нас там с возможностью для бесплатного скачивания. И ссылка на него есть уже в описании под этим видео. Вот так, чуть-чуть сумбурно подзапутался. Три задачи, которые я записал в букноты. И, возможно, у вас они будут другие. Значит, еще одну книгу Млодинова найти и прочитать. Задача первая. Задача вторая. Попытаться разобрать систему свой-чужой на составляющей, понять, кто меня окружает и как так получилось. Достаточно ли там количества своих людей, или мне приходится общаться и с чужими. И третья задача. Найти упражнения для тренировки осознанности, которые позволяют в некоторых случаях отключать автопилот и препарировать действия, поступки и реакции. Таким вот был Леонард Млодинов и неосознанное. Таким был проект «Читай быстро. Буква. Инфо» на этой неделе. Подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, ставьте палец вверх, приходите к нам еще посмотреть какие-нибудь обзоры, которых у нас уже больше 150, наверное, штук на канале. Проверяйте скорость чтения с помощью нашего бесплатного сервиса буквы .info.slashrapid. Ну и на блоге куча всякого интересного, полезного блокнота для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, статьи по софт-скиллам, всякие разные интересные полезности и полезные интересности. В Инстаграме, кстати, тоже буквы .info. Давайте там дружить вместе. Увидимся через недельку. Это был проект «Читай быстро. Читайте книги». Слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Продолжение следует...